Сегодня мы в Библиоглобусе представляем книгу замечательного популяризатора науки Карла Ефимовича Левитина. Эта книга называется «Научная журналистика. Как составная часть знаний и умений любого ученого». В общем-то, название говорящее. Хотя, возможно, интересна сама история происхождения названия, потому что Карл Ефимович хотел ее назвать сначала «мысль изреченная». Мысль изреченная есть ложь, как известно. Это такое высказывание. И в том, что оно изречено, это как изречена наша мысль и как она отзовется. В общем-то, в этом большая проблема писателя и читателя, конечно, который вынужден читать то, что написал писатель. И когда мы представляем людям нечто, то это нечто должно звучать, быть понятным, должно отзываться, ложиться на какие-то смыслы или какие-то живые нервы эпохи. И вот сегодня мы как раз собрались, чтобы поговорить об этом, о том, что такое научно-популярный жанр, что такое жанр, который проникает в недры науки, а наука испытует природу, которая вне человека, а иногда наука занимается и тем, что внутри человека. И это может быть еще более важно для нас, для людей, когда эта наука посвящена здоровью и, может быть, психическому здоровью в первую очередь. То, что для нас принципиально важно и как для людей, и как для общества. И сегодня мы презентуем книгу «Научная журналистика» Карла Левитина и еще одну. Это книга Андрея Ваганова «Жанр, который мы потеряли», «Очерк истории отечественной научно-популярной журналистики». И тоже название говорящие «Жанр, который мы потеряли», и она открывается первой главой «Урно-жанру». Здесь говорится о том, трудно поверить, что в разрушенной Первой мировой гражданской войнами России издание научно-популярной литературы составляло более трети всей книжной продукции, 36%. Вот что было во время Первой мировой. В 80-е годы каждая 20-я книжка была научно-популярная. Сегодня, ну, вы знаете, как обстоит дело. И школьников, когда недавно их опрашивали на предмет того, кто крутится вокруг кого, Солнце вокруг Земли или Земля вокруг Солнца, все удивились, когда получили результаты опроса. 60% школьников сказали, что Солнце кружится вокруг Земли. Сначала я написал небольшую заметку в газету, потом эта заметка в газету начала обрастать всякой фактурой. И в итоге вот я в этой книжке попытался ответить, что же такое было, почему в самое тяжелое время после гражданской войны в Советской России, потом в СССР, была просто бешеная популярность научно-популярных книг, извините. И вдруг в 91-м году, как отрезало, треть населения современной России не могут назвать ни одного фамилии, ни одного ученого. Что произошло? Вот в этой книжке я попытался разобраться на таком экономическом, социальном материале, то, что удалось достать. Я много работал в разных библиотеках, в основном, кстати, вот тоже библиотеки Политехнического музея мне очень помогла. Там богатейшая коллекция периодики начала 19-го и начала 20-го века, научно-популярные, научные периодики. Я ее просто вот насквозь несколько, все года проштудировал. Вот, и отсюда в этой, поэтому в этой книге так много таблиц, графиков, каких-то цифр, цитат. Мне показалось, что они говорят сами за себя, ну, чтобы заинтриговать, может быть, будущих читателей или будущих физиков, химиков, я приведу фразу, которую я и в этой книжке привожу. Это Якова Перельмана, нашего замечательного популяризатора науки, создателя жанра «Занимательная наука». Так вот, он в 40-м или в 39-м году написал в одной из своих статей. Издавать в Советском Союзе научно-популярную книжку тиражом в 20 тысяч экземпляров – это смешно, лучше вообще не издавать. Советский народ нуждается в миллионных тиражах научно-популярной литературы. Конечно, по сравнению с сегодняшними тиражами это звучит, ну, просто потрясающе, на мой взгляд. И, повторяю, вот в этой книжке я попытался, ну, в меру своих сил и возможностей проанализировать, почему так происходит. Продолжение следует...